на библейский портал экзегет пришел вопрос как понять что для тебя спасительней монашество или супружеская жизнь ну конечно когда возникает такой вопрос у человека эту чеку можно уже в какой-то степени и позавидовать значит он все таки уже воцерковился стал жить духовной жизнью ну как видно на церковь ился будучи естественно не женатым или не замужем что если ты уже на замуж или замужем такой вопрос возникнуть автоматически не может то что уже вопрос решенный а вот он на данный момент хоростой и она хоростая у нее нету второй половинки что называется здесь может возник вопрос каким путем не идти главное чтобы здесь не было такого же ранее более легкого пути вот монашеский путь это не более легкий путь это путь который не всякого сомнения позволяет достичь больших духовных высот большего совершенства духовного это и в евангелии сам господь сказал но этот путь узкий если от христианский путь в целом это узкие врата и немногие идут им как курит христос то вот монашеский путь это еще более узкие врата которые еще меньше народы идет этим путем поэтому не должно быть такое что вот да вот сейчас на эти такие девушки мальчики всякие такие вот не такие вот лучше я останусь один одна и вот мне так полегче будет я там как-нибудь там вот на старе проживу свою жизнь с хорошими людьми и занимаясь хорошим делом вот так не получится но во первых монастыре люди хорошие но грешники поэтому если почитать сейчас святых ну преподобно сергей радонежский выгнали из монастыря его монахи во главе с его родным братом тоже монахом 7 саровского когда он особенно стал старцем старчеством вот тоже монахи гнали и она затоустова загнали насмерть там не монахи там была целая церковь так сказать но тоже там они тоже были и пископ они тоже были монастыщие естественно то есть на самом деле монастыре грех часто обостряется в человеке именно в силу того что все станет стучно ребром и прежде всего он обострится в нас самих если мы захотим пойти в настырь даже что мы-то не еще не пострижемся а просто там будем жить достаточно долго времени там не два-три дня а там месяц другой третий пятый десятый мы почувствуем как все это не просто для нас самих будет на этот надо иметь на наше восприятие что нам будет непросто и толком не расслабишься и толком таскать там не на там это в бар не сходишь бассейне сходишь вот так за х пошел бассейн немножко так по по расслабиться там нет так вот не поручится и даже как-то своей воле пожить не очень получается что те то туда то сюда а вот сам вот и никак я ума монашеские жизни послушание как известно вот поэтому надо понять но я знаю мана монахов которые для которых это органично они знаете вот они радостные им это нравится им это не то что мы очень сложно но они чувствуют что это хорошо что они идут вот этим путем и у них есть силы идти этим путем поэтому монашеская жизнь она вот некоторые говорят с выражением армахи как дети почему то что никакие очень не бывает непосредственно реакции очень простые такие детские реакции если мы такие на эти же присыщен развлечениями нам надо что-то вот такое особое что-то уж нашу вот просто так уже это то у них нет вот они побросали другу снежками например набирая воду и уже у них радость большая а у другого там не знаю какого-то там очень такой хороший сложный театральной постановки еще как фильм там еще чуть-чуть вот у них будет меньше радость чем у этих монах которые просто вот немножко вот чуть-чуть две минуты поброскали другую снежками почему то что они достигли определенной простоты от простота это как то что они своими страстями сильно поборолись нужно уже изощренных удовольствий того чтобы эту страсть свою все-таки расшевелить чтобы она дала какой-то драйв жизни вот у них поскольку в этом смысле намного лучше вот к этому можно прийти но если у тебя для этого есть силы если ты глубоко верующий человек и ты вот можешь потерпеть ту тяготу монашеской жизни которая как я сказал превышает тяготу христиан к жизни вообще ну и как тягота христианской жизни кончается как господь гримой это скрига моего благо бремя легко есть то есть через какое-то время тягота стремление греху она уменьшается человек значит нас нас уже мы станутся комфортно жить и в добродетели даже хорошо что правитель она есть любовь то так и у монашки жить то же самое просто на более высоком уровне более таком так сказать сложно более высоком этом плане вот поэтому как определить да бог определит конечно нам трудно судить насколько я готов к этому бог определит тут надо если у вас возникло такое сомнение богу молитесь и бог вас направит либо женит вас или выйдет замуж либо так сказать направит монастырь вот сама жизнь вас будет к этому подталкивать и в конечном счете вы придете к тому что вот ну вот окажетесь монахом вот не надо только вот повторение на мечтать вот а так кажется просто можно попробовать съездить там свой отпуск вместо того чтобы ехать куда нибудь там на черное море там сочи все эти там на север монастырь и месяц там поработать трудником вот пусть еще не послушным трудником вот обычно так люди начинают путь своему монашеской жизни едет отпуск туда куда они хотят жить монастырь и если у них вот найти вот они вы приехали из отпуска месяц там пробыли а только об этом и думают хочется обратно значит у вас уже есть какие-то предпосылки того чтобы туда пойти совсем внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео